Библейский портал экзегет.ру представляет Она очень актуальна для всех народов и всех веков Потому что она рассказывает о том, как дела идут плохо И кто, собственно говоря, виноват Мы же всегда хотим это знать Шел первый год правления Дарья, сына Ахашвироши, медийца Который был поставлен царем над царством Халдейским Но здесь такая формулировка, которая, в общем, как бы маскирует тот факт Что у нас было Вавиланское царство В которое попадает Даниил, молодой, вместе со своими товарищами Собственно, в плен попадает А потом Вавилонин побеждает медиане и персы И это уже другая империя Но Даниил по-прежнему при дворе И смотрите, для нас это, может быть, никакой разницы нет Но древний читатель, древний израильский читатель Или слушатель этой истории знал, что именно персы Позволят восстановить Иерусалим Вавилонин его разрушили, персы позволят его восстановить И как же это получилось? А вот, собственно, об этом и рассказано В первый год его правления я, Даниил, читая Священное Писание Понял, что по слову Господа, пророка Иеремии Иерусалим будет оставаться в запустении Пока не истечет назначенный срок и не пройдет 70 лет Кстати, очень похоже на 70 лет советской власти Вообще срок человеческой жизни То есть когда умирают все, кто застал то, что было раньше Вот это очень хорошо видно, допустим, где-нибудь в Прибалтике В Западной Белоруссии или Украине Там люди 40 лет при советской власти жили, да, еще застали Живущие к концу этой власти Застали вот время, когда они могли рассказать, как было до А в центральных областях СССР уже таких людей не было И с Вавилонским пленом то же самое Меняется поколение Значит, восстановится все как-то совершенно по-другому Что и в нашем случае произошло Обратился я к Господу Богу с неотступными просьбами Прибывал в молитве и стал пастить своего влатиница, посыпая голову пеплом Ну, то есть сроки-то подходят, как же это будет? Я молился и исповедовался Господу Богу моему Господи Божий, великий и дивный Ты хранишь завет свой, полон неизменной любви Ко всем любящим Тебя и соблюдающим Твои заповеди А вот дальше давайте посмотрим, что он скажет В Вавилоне негады сволочи наш Иерусалим разрушили Надо его восстановить А возможно он скажет, вот есть среди нашего народа Некоторые отщепенцы, которые не исполняют Твои заповеди Накажи их, а нас всех награди И дай нам восстановить Да, то есть то, что мы обычно слышим А кругом нас враги, одним мы правильные и хорошие Или вот среди нас тоже есть некоторые нехорошие А мы согрешили, сделали зло Отвратились мы от заповедей Твоих Установлений, творили беззаконие Действовали себе наперекор Не внимали мы Твоим слугам, пророкам Когда те говорили о Твоеме имени, царям, правителям Отцам нашим, всему народу нашей земли Ты, Господи, прав Мы же ныне посоромлены Все иудеи, жители Иерусалима Все израильтяне, живущие вблизи и вдали Во всех странах, по которым Ты рассеял их За то, что они были Тебе неверны О, Господи, мы все посоромлены И цари, и правители, и отцы наши Потому что мы согрешили против Тебя Но у Господа Бога нашего милость и прощение Невзирая на то, что мы восстали против Него Не слушали Господа Бога нашего Не жили по Его законам, которые Он дал через слуг Своих пророков Смотрите, виноваты мы все Вот тут начинается очень тонкая тема Очень легко превратить эту тему Всеобщей вины и всеобщей ответственности В такое садомазохистское истязание Мы, это мы, гады, сволочи Накажи нас, Господи, вообще То, что нас все презирают, это абсолютно правильно Нет таких уродов, как мы Это абсолютно не то, что говорит Даниил Точно так же, как он не говорит Все вокруг нас уроды, одни мы хорошие А он говорит, мы посрамлены Все живущие вблизи и вдали Но действительно, если произошла катастрофа Национальная катастрофа Взятие, разрушение Иерусалима и храма Она коснулась всех Или революция 1917 года тоже коснулась всех Значит ли это, что все в равной степени виновны Я так совершенно не думаю Есть люди, которые в этом направлении активно действовали А есть люди, как лично Даниил, которые ничего плохого не сделали И книга не случайно начинается с рассказа Как еще до разрушения Иерусалима Он попадает в Вавилон и там сохраняет верность своему Богу То есть он мог бы сказать, я-то нет, ну вот они да Но он не отделяет себя от своего народа И вот всегда есть в семье, в коллективе, в народе В любой компании, хоть байдарочный поход Есть те, кто тянут вперед И те, кто отстают Неважно сейчас почему, потому что они лентяли Потому что, скажем, у них меньше способностей И просто они не могут так же тянуть вперед Но семья, коллектив, байдарка движутся с определенной скоростью И вот нельзя поделить пополам и сказать Я пойду вперед быстрее, а ты тут останешься И Даниил вот ровно такой человек То есть это не коллективная вина, размазанная ровным слоем по всем Все виноваты, а значит никто конкретно Нет, он даже перечисляет здесь отдельно Упоминает царей и правителей, отцов Потому что на царях и правителях гораздо больше ответственности Если они нарушают эти заповеди То это ведет уже к более серьезным последствиям Они влияют на жизнь всего народа Но и остальные также в этом участвовали Весь Израиль нарушил закон Твой, отвернувшись от него И не повинуясь зову Твоему, за что и постигли нас проклятия О которых написано в законе Моисея, слуги Божьего Ибо согрешили мы против Бога И все, прежде сказанное о нас и правителям наших Он исполнил, навел на нас ужасное бедствие Никогда не случалось под небесами того, что постигло Иерусалим Обрушилось на нас это бедствие, как и было написано в законе Моисея А мы не искали милости у Господа Бога нашего Не прониклись мы Твоим истинно и не покаялись в грехах В мыслях у Господа было это бедствие, и он допустил ему прийти Обрушиться на нас Ты, Господи Божий наш, праведен во всех своих делах А мы Твоему голосу не внимали А вавилоняне, они что тут ни при чем Они все это пришли и разрушили А вот в молитве перед Богом нет никаких вавилонян Они есть, но они обстоятельства жизни Как зима в России полгода Вавилоня не жестокая империя Ну вот так устроен мир Но вопрос не в этом, а вопрос в том, как мы перед Богом Поэтому Ты, Господи, праведен, мы грешны И пока мы этого не осознаем Никакого восстановления не будет Это касается не только израильтян Которые вот тут в шестом веке до нашей эры Или России в двадцать первом Или любой другой страны в любом другом веке Нашей, до нашей И какая еще может быть эра Ты, Господи, Боже наш, могучей рукой Вывел свой народ из земли египетской И тем прославил имя свое, о котором помнят и ныне А мы согрешили и провинились Отврати же, Господи, по праведности Твоей Во всех делах Твоих явлены Своё яростное негодование От города Твоего Иерусалима От святой горы Твоей Потому что за грехи наши и беззакония Отцов наших Иерусалим и народ Твой стали посмешищем Для окрестных племен Вот так окрестные племена появились Да, то есть Действительно Он не то чтобы не замечает их Но он не считает их ответственными Они или инструменты Или фон, на котором разворачивается Действие между Богом и Иерусалимом Более того Он напоминает сам себе об истории О том, что Бог вывел народ из земли египетской О том, что Он-то проявил свою способность спасать И показал, что это действительно его народ Услышу, Господи, Боже наш, молитву И прощение раба Твоего Воссияй, Господи, милостью Ради себя самого Над святилищем Твоим разоренным Преклони свой слух, Боже наш И услышь нас Обрати свой взор И посмотри на разорение Наши и город, осененные Твоим именем Издеваемый пред Тобой Свои мольбы Ненаправедность свою полагаешь На великое Твое милосердие Милосердие и имя Господи, восстанови Иерусалим Потому что это город Твоего имени Не потому, что он хороший и красивый Хотя он хороший и красивый Не потому, что он наш Хотя он наш А потому, что он твой Мы-то что? Вот мы не смогли стать Твоими В той мере, в которой Ты этого от нас ждал Но должен же кто-то быть Вот мы попробуем еще раз Вот это его молитва Господи, услышь, Господи, прости Господи, внемли и устрой все по воле Твоей И немедленно ради себя самого, Боже мой Потому что Твой город и Твой народ Они Твои Так я молился, исповедуясь в своем грехе И в грехе моего народа, Израиля Интересно, да? Вот такое двойное покаяние В своем грехе Которое он даже здесь не называет И можно это понять Как такую, что ли, исповедь Своей сопричастности Судьбе своего народа Да? Может быть, в каком-то грехе Которое он здесь не называет Просто потому, что это не наше дело В каком конкретно грехе он исповедуется Там что-то свое глубоко личное И продолжал просить Господа Бога своего О святой горе его Как вдруг Гавриил Которого я видел раньше в видении Приблизился ко мне В час вечернего жертвоприношения Во время молитвы моей То есть в то время, когда Люди обращаются к Богу с молитвой Когда был храм Приходит Гавриил, вестник Буквально Габриэль Это мощь Божья И он уже его видел Он рассказывал об этом В видении в предыдущих главах Вразумляя меня он сказал Даниил, я пришел умудрить тебя Как только ты начал молиться На твою молитву был дан ответ Я пришел передать его Ведь ты избранник Божий Выслушай эту вещь Чтобы верно понять откровение Ответ был дан уже в начале молитвы То есть смотрите Бог может Дать ответ Когда мы еще Даже не произнесли молитву Может быть это больше нужно Человеку Произнести эту молитву А Бог видит сердце И он может Дать уже по прошению сердце А дальше странные слова Семьдесят седмиц Определены для твоего народа И твоего святого города Чтобы покончить с преступлениями Грехам положить конец И скупить вину Праведность утвердить навеки Чтобы скрепить печатью И пророчество и видение И совершить помазание Святого святых Что это за семьдесят седмиц Семьдесят недель Ну это очень небольшой срок Значит в тот момент Когда он это слышит Ну еще где-то два года Простите Не два года У нас пятьдесят с небольшим Недель в году Да значит полтора года У нас будет до восстановления Иерусалима Может быть иногда так Это считают что это Семьдесят седмиц Это соответственно Семьдесят раз по семь лет Тогда это уже довольно большой срок И непонятно к чему он относится Возможно к временам Иисуса Да Потому что примерно совпадает Но неважно А можно это понять вообще символически Семь это такое Священное число полноты Семь дней в неделю То есть Вот есть некий срок Полностью он должен пройти Чтобы Покончить с преступлениями Грехам положить конец И скупить вину Праведность И утвердить навеки Чтобы скрепить печать пророчества И видения И совершить помазание Святого святых То есть Восстановить служение в храме Знай это и пойми правильно Со времени указа Восстановления Иерусалима До явления помазанника Вождя пройдет Семь седмиц И шестьдесят две седмицы Да То есть Всего шестьдесят девять Почти семьдесят Город вновь будет построен Площадь ров восстановлена Но это будут времена тяжкие А по окончании Шестидесяти двух седмиц Помазанник Покинутый всеми Будет предан смерти И вот у нас Двойной смысл С одной стороны Про восстановление Иерусалима Через полтора примерно года А может быть Вот Про времена Христа Да Если считать года А не дни Седмицы Да И народ грядущего вождя Разрушит город и святилище Конец его будет Как во времена потопа И уготованные им беды Не прекратятся До конца войны Во время последней седмицы Он утвердит завет Для многих И в середине той седмицы Положат конец Приношениям и жертвам И вместо приношения На крыле святилища Будет мерзость запустения До тех пор Пока разорителя города Не постигнет Уготованную ему участь Что это До сих пор Об этом спорят толкователи И я тоже не могу Сказать однозначно Конечно В Евангелии На эти строки Ссылаются И собственно Господь Говоря о мерзости Запустения Но можно сказать Это очень похоже На Маковейские войны Когда был разрушен Иерусалим И на его месте Запустение Не просто пустота Но пустота Каким-то очень Это наша вина Это отношение Между нами и Богом Но Господь Ради себя самого Волен это Исправить Ну а в 10 главе Будет еще одно видение Субтитры создавал DimaTorzok